Друзья, всем привет! С вами Пират и мы продолжаем играть в Банищит. У нас четвертая серия. Все отлично, кушать есть, дрова есть, все согреты, накормлены и одеты. В принципе, можно развивать наше поселение дальше. И тут уже посоветовали, чтобы я строил, получается, торговый пост, школы, да и тому подобное. В принципе, давайте посмотрим, что у нас вообще здесь есть. Нам бы еще, конечно, людишек побольше. Давайте сделаем сначала, да, людишек побольше, то есть построим вот так вот и вот так вот домики. Сейчас только надо скорости добавить, потому что эта скорость никуда не годится. Так, здесь вот так вот дорога. Да, мне еще написали, что пора бы строить уже каменные... Тихо, это дорога, это не то. Пора бы строить каменные дома уже, потому что они потребляют меньше дров. И вот так. Тихо, и вот так вот. А здесь же вроде как можно их, вот, да, сделать каменными. Вот, видите. Чтобы взять их переделать, так на них нужно 10 железа, получается, да. И целых 40 камня. 40 камня, это получается раз, два, три, четыре. И тут 10, 14 домов. 14 домов, это много камня. Это порядка 560, да, 520. 520 камня. Да, блин, это очень много, серьезно. Давайте пока деревянные поделаем. Потом будет у нас такая, наверное, модернизация. И уже будем делать каменные. Так, здесь дом не влазит, да, придется вот так вот двигаться. Хотя отлично, пускай так и будет. У нас здесь будет дорога. Ну и примерно вот так вот еще до вот сюда, до перекрестка этого. Вот, отлично, вообще прекрасно. Прямо в перекресток вваливаемся. Давайте скорость все-таки накручиваем. Пускай делают нам домики, чтобы у нас было больше людей. Так, по поводу полей, что поле 10 на 10. А вот теперь пойми, какое у меня поле. Здесь, по-моему, 10 на 15, и то есть одного человека сюда не хватит, да. То есть лучше двоих. Ну давайте, здесь двое пускай, здесь двое, здесь двое. А здесь вот один будет, все. Ой, сажать, 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 ты чего? Отменил случайно. Ну ладно. 10 на 10 поле, вроде как один человек может справиться, да. Но у нас оно не 10 на 10 больше, поэтому пускай так. Уже запас бревен заканчивается, вы что, издеваетесь? Я же только вас назначил, чтобы вы все доставали мне. Так, охотничьи домики, хижина, знахаря, собирателя. Ну собирателя, наверное, нужно хижину еще ставить. Во, чего мне еще прям хорошего написали? Тут нужно поставить склад возле домика лесоруба и возле домика дровосека, да. Ну вот дровосек, в принципе, вот сюда ему недалеко отнести дрова. Так что, пускай. А вот возле лесоруба домиков склады мы поставим сейчас. Ну вот склад. Думаю, что небольшой склад тут, в принципе, как раз и поместится. Вот так вот. Вот так один склад будет. Здесь этих домиков лесоруба будет два. Еще напротив я хочу один поставить. Поэтому вот здесь вот тоже пять на пять. Я думаю, что это будет удачное решение. Ну и, в принципе, можно сразу же зайти. Вот он, домик лесоруба. Я хотел его вот так вот именно напротив поставить. Плюс, конечно же, тут доделать дорогу. Вот. Все, прям отлично. Просто замечательно. Строители, конечно, у нас все заняты. Нет у них... Ну, бревен не хватает. Реально бревен не хватает. Вот сейчас вот сюда бревна будут складываться. Что у нас вообще по бревнам? 16. Ну, дров 128, хотя лимит стоит. На дрова, по-моему, 500 ставил. Да, 500 и стоит. Сюда вот просто бревен не хватает. Не хватает, чтобы делать инструменты. Инструменты я поставил на 30. Я думаю, да, этого хватит. Так, что у нас в домике? А мы здесь... Нет, мы здесь домики не ставили. Вот пора и здесь домики поставить. В принципе, вот, блин, вот чуть-чуть не влазит. Вообще было бы круто. Но чуть-чуть не влазит. Домик. Так, и здесь. Раз, два. Ой, целых три влазит. Четвертый, конечно, не влезет. Ну, ничего. Вот так вот тоже сойдет. Так, а что у нас? У нас уже, смотрите, дома тут вообще очень быстро даже строятся. А, вот куда бревна-то и уходят. Точно. Что у нас по еде? У нас ранняя осень. А, еду собирают. Еду собирают, значит, все замечательно. Фермерам нужно тоже добавлять. Но у нас пока что-то даже подносчиков нету. То есть лишнего... То есть лишних людей нет. Главное, что дома они строят. Они туда в них переезжают. Но живут там по один, по два человека. Это мало. Так, умирают от старости. Ну, от старости не так страшно, как вот, когда у нас умирали от голода. Так же нам нужно кладбище. Мне написали, что нужно построить кладбище. Давайте основные вот такие вот запасы дров. Блин, давайте там с запасами дров поаккуратней. Построим, значит, кладбище. Грунтовая дорога. Кладбище хочу где-то вот здесь вот организовать. Значит, надо будет дорогой идти через поля. Сюда куда-то далековато она будет идти. Ну и здесь будет кладбище. Так, где она у нас? Вот кладбище. А, блин, ну я же ничего не вижу. Это у нас дорога будет, да? Здесь можно повернуть. О, вот, я еще и попал. Хотя я бы его... Я бы его максимально серьезно сделал бы. 20 на 20, да? Максимально. Сейчас мы будем уничтожать немножко дорогу. А зачем уничтожать? Просто нужно выше взяться, да? Сейчас, я надеюсь, мы пока... Если мы от этого... Нет, от дерева точно нет. Ну вот, примерно от дерева. 20 на 20. Пониже нужно. Хорошо. Пониже. Вот так вот. Еще пониже. Я ловлю, чтобы вы понимали, чтобы ворота были напротив... Тропинки. 21. Ну, на еще один ниже и будет вообще замечательно. Это значит, что здесь брали вот так вот, да? Ладно, если что, дорогу мы реально достроим. Вот, да, то, что нужно. 20 на 20. Вот так вот. Так, от старости... Все, ну, там только умирают, если только от старости. Это не беда. Вообще не страшно? Еда вроде бы собирается. Хорошо. А дров все так и не хватает. Вы смотрите. Склады-то я построил. Ну, блин, бревна ушли просто на строительство домиков. На каждый домик там порядка 16 бревен. Да, мы построили их... Здесь получается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь, восемь, десять штук. Нифига себе. Сто шестьдесят бревен просто ушатали на домике. А, даже одиннадцать. Вот уже еще домик будет. Да, одиннадцать. Даже уже мерзнуть начали. Ну, блин, да. Каменные дома, если бы были, то было бы полегче. По поводу бревен... Ой, по поводу дров. Дрова бы у нас, я думаю, были. Так, они уже начали заниматься потихоньку, я смотрю, кладбищем. Убирают здесь дрова. Камень и тому подобное. Здесь тоже вроде как занялись чуть-чуть, но приостановились. Хорошо. Блин, эти сообщения по поводу дрова, они просто задолбают. Пока все не расширится настолько, что там у нас бревен будет много, дров будет много. Хорошо, хоть кожаные поль тоже, смотрите, двадцать шесть. То есть охотничьи домики справляются. В принципе, здесь вот можно как-то строить потихоньку новую инфраструктуру. По типу... Блин, сейчас дорасскажу, ладно. По типу амбар ставить. Что здесь еще, в принципе, пригодится? Даже тот же колодец, да. И вот можно первую школу здесь как-то устанавливать уже. В принципе, она вообще небольшая. Больница. Я смотрю, что ни один это здание не имеет круга. О, ратуша, да. Ратуша где-то вообще вот здесь вот аж будет. На берегу моря. Ой, моря. Речки. На берегу речки. Я смотрю, что они имеют, они радиуса... Да куда достают, то есть церковь и тому подобное. Интересно, как это работает. Будет как у охотника, вот так вот радиус, кружок будет. Либо же нет. А ну, когда мы устанавливаем хижину, охотника показывают. Так, вот здесь вот. Нет, вот здесь. Охотника. Да, радиус сразу есть. А этих зданий нету радиуса. Интересно, как они будут у нас доставать. То есть, я же могу поставить, например, вот здесь вот церковь. И с нее будут ходить аж отсюда люди. Типа того. В таком стиле. В общем, посмотрим. Так, подносчиков все так и нет. Вы представляете? Во, двое. Между прочим, сразу. Это детки повзрослели у нас, да. Куда мы их отправим? В принципе, отправим шестым фермерам. Чтобы фермеры у нас были укомплектованы. Собирателей не надо. Рыбаки пока что тоже не надо. Охотники нормально. Половина это тоже в порядке. Восьмого лесоруба добавить. О, смотрите, уже четверо. У нас, как бы да, деток мало, блин. Так, восьмой. Знахарь один с головой здесь. Портной, да, все. В принципе, все остальные могут быть подносчиками. Все отлично. Скайдут забирают все. Если ошибаюсь, здесь придется так вот вторую еще линию дороги делать. Потому что вход двойной. Так, ну что, давайте тогда, ладно, организовывать райончик, пока там все строится. Пока что хотя бы просто понаставляем. Заканчивается запас бревен. Блин, он меня реально задолбает. Так, амбар, да, похоже. Да, амбар. При том, что амбар идет у нас на два выхода. Так, и он пошире, чем линия дому. А, ну, в принципе, ничего страшного, что он пошире, чем линия дому. Да, это не беда у нас получается. Хотя, вот в длину, если... Блин, мы можем его в длину поставить, и он такой же будет. Все, отлично. Вот так вот будет амбар. Главное не забывать прокидывать вот здесь дорогу. А, нет, он чуть шире. Ну и... Бог с тобой. Вот так вот дорожка. Хотя, вот здесь вот дороги не надо. Стоп. Вот здесь вот дороги нам не надо. Дорогу все-таки только вот здесь вот прокинь. Вот сюда. Ну, а, собственно, вот здесь мы вот так вот домиками еще застроимся. Ах, немного. Получилось с домиками застроиться? Я думал, что хотя бы хватит вот досюда хотя бы, блин. Ну, ладно. Три домика тоже неплохо. Теперь также берем дорожку. Дорожку. Даже вот так вот закруглим. Здесь поставим... Ммм, колодец. Вот. Что хотел по поводу колодца? Чуть с головы не вылетело. По поводу колодца. Нужны ли колодцы на полях? Вот. В принципе, оставлю это на ваше рассуждение. Нужно я ставлю сюда колодец. Воду они берут, ходят вот сюда вот или нет? Вот у нас колодец есть, видите? Ходят они по воду, чтобы поля поливать. Или это вообще тут даже не используется? Мне просто довольно-таки интересно. Если используется, то колодец я поставлю на полях. Потому что это тоже время занимает. Так, поехали еще. Чтобы не прогореть нам с едой, потому что людей у нас сейчас будет все больше и больше. Вот с дровами мы немножко прогораем. Вот я смотрю, дров не хватает. Давайте добавлять еще поля. Еще два поля, я думаю... Хотя мы можем не поле, а сад сделать, да? Еще два сада поставить. Так, как и делали мы, получается, сколько у нас, так? 15 на 10. Вот. 15 на 10 сад вот здесь вот будет. Ну и здесь 15 на 10 сад. Вот, отлично. Добавим. От старости, фух. Ну, я вот, когда смотрю, что умирают, умирают. Главное, чтобы от старости. Да, и счастье мне говорили, что повысится из-за того, что будет кладбище. Когда кладбища нет, счастье понижается. Сейчас будет счастье повышаться. Интересно. Они вот работают. Ходит он в колодец по воду или нет? Чтобы полить там или еще чего-нибудь. Так, в общем, у нас, у нас 3 хижины лесоруба. Или как они там называются? Домика лесоруба. И он не справляется. Вот эти все 3 домика. Сколько за сезон бревен? 84. Но не так-то много. Он вот этот вот много собирает. 154. Ну что мне добавлять, чтобы 12 было лесорубов? Ну, е-мое. Это же смешно. Смотрите, уже амбар построили. О, какие молодцы. Но амбар нужно окружать с двухсторонной дорогой. Потому что здесь у него тоже подход как бы есть. Двухсторонний у нас. И вот дров не хватает. Да, наверное, все-таки далековато я поставил. Домики дровосеков. 330 дров. А здесь 388. Хотя реально можно перейти на камень. Ну, то есть на каменные дома. Я думаю, что модернизация у нас не за горами. Я, наверное, в первую очередь на них и перейду, чтобы меньше дров тратилось. Но для этого я бы хотел для начала поставить... Где-то у нас есть каменоломля или что-то вроде того. О, да. Но она же огромная. Она не то чтобы большая, она просто огромная. Вот хотя бы можем ее возле кладбища поставить. Хотя я ее могу вот здесь вот, где поля, поставить. И особо не мучиться. Очень даже будет удобно. Вот так вот поставить каменоломлю, да. Поля дальше вниз будут идти. Ну, может, вот сюда влево. А сверху, смотрите, я смотрел, у нас шахта влазит. Вот. Вот так вот еще шахта остановится. Даже не одна, можно, наверное, две поставить. Вот раз. И вот так вот два, например. То есть железо тоже будет. Вот. Так, от старости у нас там поумирало много людей. Ё-моё. Смотрите, они уже все построили. Как-то строятся они довольно-таки шустро. Здесь вот никак не могут удалить камень, железо. Что у нас заканчивается? Запас бревен. Я скоро вообще возьму и вручную это все вырублю. Серьезно. Чтобы у вас запас не заканчивался. А мы вот здесь домики можем поставить? Ну, как минимум раз. Ну, один можем, да. Я бы еще где-то вот здесь вот дома проставил бы. У нас вот место простаивает. Раз. Ну, как раз под два домика, между прочим. Под два домика. Либо же что-то, какое-то здание побольше. Но это вообще большое. Может, по-моему, там школа. Или что-то вроде этого. Вот школа... Нет, она длиннее. Видите, она не влазит, она длиннее. Что, больница. Ой, больница просто идеально здесь становится. Даже еще немножко места остается. Может, построим? Посмотрим. Так, я главное, что смотрю. У нас еды нету запаса. То есть, мы не идем. У нас еще один амбар. То есть, еды мы уже можем хранить. Минимум, я думаю, тысяч... Семь, восемь. Давайте восемь поставим. Потому что мы еще один амбар зафигачили. Амбары будем добавлять. Так, будем добавлять и лимит по еде. Вот бы достигнуть лимита... По бревнам. Вообще было бы замечательно. Хотя, возможно, из-за того, что строительство идет постоянное. Вот за этого бревена не хватает. Не знаю. Так, ну что там с кладбищем? Вы долго его будете там убирать, добирать? Пять человек нужно на стройку. Ну, двое здесь. Хорошо. Где еще что строится? Вроде бы все построено. Здесь даже мост еще построил. Давайте дорогу здесь проложим. От моста. Нет, я хотел бы ее... Вот, зараза. Вот так вот я ее хочу. Вот. Здесь тоже, в принципе, можно что-то будет построить. Либо район какой-нибудь, либо еще что-нибудь. Я видел даже на вот такой вот мелкой речушке ставили пристани. Я думал, что сюда пристань нельзя поставить, но я видел, как люди ставят. Да, вот, видите, пристань ставится, в принципе. То есть, смотрите, она даже вот здесь вот ставится. Вообще. Как так? Вот раз. И вот можно даже две пристани поставить. Они будут рядом. Да, они перекрывают кружками, но они будут вообще рядом. То есть, еду будет легко доставлять. Не знаю. Так, все убрали вроде бы, да? Да, убрали все. Теперь только осталось построить. Сюда 76 камня нужно приволокти. А такое ощущение, что только что отсюда камень уволокивали, наоборот. Теперь будут носить камень. Да, вот 6. Два чувачка сейчас будут бегать просто по 6-5 камня таскать. Да, но кричит нам игра, что запас дров, запас дров. Хотят два дровосека, блин. Ладно, ставим третьего. Серьезно, ставлю третьего дровосека. Дровосек. Ну, а что делать? Если надо, то надо. Ой, тихо. Вот так будет дровосек. И вот здесь вот уже у него склад будет. Так, вот так. Такой вот склад будет, да? Я надеюсь, они сюда только дрова-то будут складывать. Потому что не успевают они почему-то с дровами справиться. Ну, сюда тоже. 24 бревна сейчас уйдет. Вот 90 бревен. А где у нас эти 90 бревен? На каких складах они лежат? А здесь вот два. Я вижу. Здесь нет ничего. Здесь 8. А, ну вот они. Да, неплохо насобирали. Смотри-ка. У нас уже 4 подносчика обратно же появилось. Домики есть. Должны они тут селиться, размножаться. Людей должно вставать все больше и больше. Я думаю, что пора на камень переходить. Людей-то у нас... Ну, в принципе, более-менее у нас хватает уже на все наши... Так, тихо. Грецкий орех. Да, пускай грецкий орех. Хорошо. У нас, похоже, больше и нечего, да? Да, больше и нечего. Грецкий орех. Фермер. Давай-ка еще двоих добавим. Надеюсь, они справятся. На все работы у нас, в принципе, хватает людей. Даже в подносчиках там пару человек. Плюс в строителях пару человек. Можно еще немножко добавить домиков. И, в принципе, уже прям замечательно все будет. Можно будет поставить две шахты, да? Ну, то есть, одну шахту, которая будет добавлять у нас железо. А вторая будет камень добывать. Но там я точно помню, что у нас шахты. То ли 60 человек нужно. То есть, мы туда отправим там 3-4 человека. И это будет так медленно, что просто ужас. Так, третьего. Все. И в дровосеках у нас прям народу много. Да, ну дрова начали сюда слаживать. Хорошо. Вроде бы как все замечательно. Даже успели посадить у нас сад. Ой, все отлично. О, кладбище достраивают. Ё-моё. Давайте, ребятки. Прям, блин, целую серию уже там. Я не знаю, ну я не с начала серии, конечно, строю. Но реально 23 минуты вы примерно строите кладбище. И 20 на 20 посмотрим, сколько оно человеку будет вмещать. Потому что умирают, в принципе, они постоянно. И если человек на 20 оно будет, то это на 10 лет. Реально на 10. Так, ну достраивают. Хорошо. У нас рождаются ребенки там, все дела. Но детей, блин, больше 10 я не видел в поселении. 8, 7, 10. Ну и тому подобное. Во, смотрите, уже дрова именно скапливается. Ой, вообще отлично. То же самое и с бревнами. Прекрасно просто. Просто замечательно. Я думаю, что вниз, если еще расшириться под такие же участки, вот дорогу вниз и еще там два домика лесоруба, да, домик, охотничий домик и там домик собирателя. То есть вот здесь можно это все организовать. Вниз у нас... Вниз когда-то заканчивается? Ну почти. То есть это у нас может быть такой центр, а здесь вот еще один целый район можно даже сделать с домиками и тому подобное. То есть у нас будет здесь поля, здесь будет мех доставляться. Да, по правый берег реки это будет даже вообще прикольно. Так, и все. Запас дров уже заканчивается. Они... Только осень пришла, они сбегали по складам и собрали все дрова, что есть. Это же просто ужас какой-то. Давайте запас дров поставим на тысячу. Не меньше, реально не меньше. Они должны их рубать постоянно. А фермеры особо не успели собрать, я смотрю, что... Урожай, потому что видно они были заняты садом. Садили деревья. Просто ужас. 144 могилы может здесь быть. Вот. Воп, собственно. Наше кладбище. 144 могилки. Ну, блин, 144 могилы. Я думаю, что здесь через лет 15 еще одно кладбище появится рядышком прям. Давайте дорогу доделаем. Дорога вот так вот будет. Ну вот. Вот, собственно, и все. Кладбище готово. Теперь уровень счастья повысится, я надеюсь, у горожан. Ну и райончик мы так расширили уже по домикам. У нас примерно... Получается 43 жителя. Уже неплохо. Прожили мы 15 сезон, сейчас пойдет, да? Да, по-моему, 15 сезон пойдет. Если я не ошибаюсь, сезон переключается прям летом. А не в Новый год, как полагается. Вроде так. Вот поздняя зима сейчас закончится. С ранней весны он переключается. Сейчас специально прослежу и посмотрю. Даже самому интересно стало. Так, поздняя зима, но у нас уже, смотрите, все расцвело, блин. Все зашибись. Поздняя весна, да. Реально у нас весной Новый год. Зашибись. Ладно, ребят, на этом у меня все. Не забываем подписываться на канал. Ставить лайки, оставить свои комментарии. А с вами был Пират. И играйте только в хорошие игры. Субтитры сделал DimaTorzok